В Тюмени открыли новый офис МФЦ. Центр Мои Документы расположился на третьем этаже самого крупного торгового комплекса города Ситимол. В нем создано 32 рабочих места и сейчас идет набор сотрудников. Перечень услуг, их в новой точке и динамику развития многофункциональных центров в регионе оценила Ирина Шипилова. Развивающийся район города, много новоселов и нет проблем у клиентов с парковкой. Это основные моменты, которые повлияли на выбор места для нового центра госуслуг. Девятый по счету в Тюмени МФЦ, но первый в торговом центре, начал свою работу в июле. Пока мы работаем по нашему графику. Это с 8 часов до 8 ежедневно, кроме воскресенья. Воскресенье пока выходной. Если мы увидим, что будет востребованность в выходные дни, то, конечно же, мы пересмотрим свой график. Но пока, если анализировать работу других центров, у нас в субботу в два раза меньше посетителей, чем в обычный рабочий день. Петр часто пользуется услугами многофункциональных центров. В новый пришел, чтобы оформить загранпаспорт. Если сравнивать, я сам из маленького города, у нас нет подобного. И там эта бюрократия просто убивает. А именно здесь все шикарно, быстро, качественно. В Тюменской области открыто уже 30 подразделений. МФЦ функционирует в каждом районном центре и городском округе. В центрах госуслуг «Мои документы» работают сегодня 800 сотрудников. 600 из них принимают документы. Экономия время, нервы и деньги жителям Тюменской области оказывают около 200 услуг от выдачи свидетельства о рождении до выхода на пенсию. В особой категории услуги для бизнеса. Отдельный МФЦ для предпринимателей открыли 1 марта. И за 4 месяца приняли 33 тысячи обращений. Половина, это 15-16 тысяч услуг, которые мы оказали сегодня для бизнеса. Консультации, на которые мы приходили по открытию бизнеса, по лицензированию, какой счет им нужен за массой услуг по лицензированию, по разрешению на такси. Поэтому мы такое количество услуг сегодня оказали. Все центры в Тюменской области в июне приняли 110 тысяч заявлений. Это рекорд. Прошлый был в апреле. Тогда число посетителей составило 90 тысяч. Еще пять лет назад, до создания МФЦ, столько жителей региона теряли время у кабинетов различных ведомств.